Находится Белая скала в самом центре Степного Крыма, в Белогорском районе и видна прямо с трассы. Расположение её настолько удобно, что добраться, осмотреть Белую скалу и уехать обратно можно за один день, даже не имея личного транспорта. Белая скала расположена в 50 километрах от Симферополя и в пяти километрах от трассы Симферополь-Керчь. С трассы Симферополь-Феодосия свернуть в сторону Нижнегорска. Километр через город Белогорск на северо-восток и еще 4 километра до села Белая скала, расположенного у подножия Аккая. Основали поселения 4 веке до н.э. и в 3-2 веках до н.э. Это уже была полноценная крепость, столица позднескифского царства. Находилась она на плато, уэсти, которая с трех сторон защищена обрывами, а с четвертой пологой стороны была построена оборонительная стена. Имелись и крупные источники воды. Неподалеку протекает полноводная в юг Карасу, у подножия Белой скалы, в гроте Коккоба есть родник. На то, что это была именно столица, указывает размер города – 10 гектаров, типичные крепости тех времен не больше 3 гектаров, толщина стен – до 5 метров. А большое количество находок ремесленных изделий со всего Причерноморья и более дальних мест говорит об оживленной торговле. Товары поступали из Пантикопея, Керч, Херсонеса, Севастополь, Киркинетиды, Евпатория, Калас-Лимена, Черноморская, Ольвии, Николаев, Городов Средиземноморья. Следы пожаров и другие печальные находки говорят о том, что город не только торговал, но и воевал. Во II веке до н.э. Скифский царский лур на территории нынешнего Симферополя построил новый город – Неаполь-Скифский – и перенес столицу туда. Это скальный широкий навес, образовавшийся в результате выщелачивания горной породы, конденсатной и проточной водой. Возможно, грот Кок-Коба – самый крупный в Европе грот по площади потолочного покрытия. В центре грота следы обрушения его центральной части, по краям грот представляет собой внушительную, даже сказочную картину за счет ровной скальной поверхности, как будто кем-то вытесанный. Пол в гроте покрыт влажной почвой с гравием или щебнем. Местное название грота Голубой грот, пещера, еще ранее его называли и Камышовым, и Плачущим, и Овечьим, до конца 80-х здесь были овечьи Кошара, Загон для овец, и Сквозным, и Мишаш. А вот название Мишаш прямо идет от старинного названия села Вишеная. Уникальная окраска отражена в ее названии. Белая скала имеет необыкновенный сияющий, даже ночью белый цвет. При прямых лучах солнца, гора буквально светится необычным светом. На покорение этой вершины отваживаются только самые опытные альпинисты. Знаменитая гора Аккая состоит из светлого песчаника и белого известняка, испещренного пещерами, гротами и впадинами, результат выветривания эрозии. Многочисленные каменистые особи, темные гроты привлекают туристов и кинематографистов своей уникальной таинственностью. На этом необычном горном массиве было снято несколько знаменитых фильмов. Среди них «Всадник без головы», «Вождь краснокожих», «Кот апокалипсиса». Прямо в центре огромной вертикальной стены находится большая труднодоступная пещера Алтын-Тешик, или «Золотая нора». Древние легенды гласят, что в пещере спрятано сокровище пиратов, которые до сих пор безуспешно пытаются найти, различные кладоискатели. Другие предания говорят, что в пещера служила обиталищем огромного змея-оборотня. Существует версия, что из пещеры есть подземный ход до самой Феодосии, о котором никто не знает. Уникальная белая скала вызывает большой интерес не только среди туристов, но среди археологов. Здесь постоянно проводятся раскопки и исследования. Здесь проводил раскопки знаменитый исследователь Ю. Г. Колосов, ученые нашли древние орудия труда, бивни мамонта, останки пещерных медведей. Образовался этот шедевр от воздействия ветра, и эрозийных процессов является классическим примером коэстового рельефа с вытянутыми белыми гребнями. Заросли шиповника и гребенника дополняют живописную картину, внося свои уникальные штрихи. В живописных окрестностях города Белогорска расположено много исторических мест и природных достопримечательностей. Можно посетить скифское городище Аккая, Топловский монастырь, озеро Тайган и много других интересных памятников природы. Посетив эти уникальные водопады или озера, горы или зоопарки, туристы получат незабываемое впечатление на всю жизнь. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.